Дневной разворот Принес 30 секунд, проанонсирую пока вторую тему второго нашего часа В гости к нам придет Андрей Алексеенко Кировский участник проекта Архитекторы РФ Мы поговорим о мировых тенденциях благоустройства и развития городов Это будет с 12.06 А сейчас у нас в гостях действительно есть человек, у которого фамилия Плюснин Это Максим Плюснин, режиссер, постановщик Автор музыкального оформления спектакля Надя Наденька Надежда, премьера которого вот буквально совсем скоро состоится в Кировском драматическом театре Также в гостях у нас Владимир Смирнов Народный артист России И Ольга Цивилева, заслуженная артистка России Всем здравствуйте Здравствуйте Добрый день Правильно ли я понимаю, что спектакль собственно является бенефисом Вашим, Владимир, и вашим, Ольга Расскажите немного, что за спектакль Давайте поделимся со зрителями Кто автор текста? Кто начнет? Ну давайте Ну давайте Ну давайте А дело в том, что это почти год назад началась эта история Мы решили взять в постановку спектакль какой-то Был разговор о бенефисе и мне предлагалось несколько вариантов разных пьес Но я захотел сыграть то, что захотел Это довольно редко такое бывает когда актер играет то, что он сам хочет И мы выбрали вот эту пьесу Она называется «Последие» Автор Денис Смирнов Но не будем скрывать, что это наш старший сын Денис известный в России и за рубежом драматург Его пьесы ставят во всех бывших республиках Советского Союза И за рубежом И они уже переведены на несколько разных языков Поэтому, ну естественно, я взял эту пьесу не только поэтому И не только потому, что он мой сын Конечно, это тоже важно Но эта пьеса была написана Так случилось, что она была написана на Соли Он говорит Я, в общем-то, подглядел вас в жизни И написал для вас эту пьесу Но она сама по себе не только потому, что она написана на нас Для меня она была очень интересной Этот герой, который я буду играть Мне очень близок И когда я прочел эту пьесу в 2011 году В 2011 году, когда она была написана Он сразу сказал После прочтения скажи сразу Вот не задумываясь, как бы ты поступил Так же, как твой герой или нет Я сразу сказал, да Я бы поступил точно так же Я не буду раскрывать содержание пьеса Это будет неинтересно потом зрителю Но я поступил так же Потому что он мне очень близок, этот герой Да Но сложность в том, что он живет по закону По божескому и человеческому закону Но ему очень сложно это все делать Потому что за ним стоит семья Если бы был он один Он бы делал так, как считал нужным Но за ним стоит его семья Которую он подвести не может Вот Дальше все случилось так Что мы нашли деньги К счастью Нам повезло Дали очень-очень приличные деньги На постановку этого спектакля Затем я пригласил на постановку Максима Романовича Мы с ним были и раньше знакомы Он безоговорочно сказал Да Я говорю, сначала прочти Он говорит, ты да Но он тем не менее прочел пьесу Сказал, я согласен И вот я рад, что он приехал Мы ставим эту пьесу Что, какой результат будет Это уж не нам решать Ольга Павловна, вы так же себя нашли в этом произведении? Нет Нет, это только можно тянуться Я больше нашла свою бабушку в этом произведении Потому что пьеса очень личная Дениса И, конечно, там Сюжетом Еще когда он начал Написал в 2011 году Узнали еще историю одного человека Который здесь в Кирове жил, кстати Очень известная фамилия И вот так вот Герой, который вот там Больше для меня изображен Это мой дед И вот плюс еще такой же человек То есть существовали такие люди И существуют до сих пор, наверное Может, их единицы Но по поступкам, по всем Для меня А это, по-видимому, с моей бабушкой взято Но я до нее, наверное, никогда не дотянусь Пьеса, правильно, да? Я расслышала, от 2011 года? Да, да До постановки Как она вообще жила? Она называется «Последие» В оригинале А потом уже Была «Читка» в городе Брест Читки были, да? Два года назад Там актеры трех театров Делалась такая массовая Большая В достаточно большом зале «Читка» этой пьесы Делали в Бресте Первые они сделали Но на нее замахивались уже и раньше Первые Володя Жданов нам предложил тогда Как-то не состоялось там Репертуар Ну все Это еще при Евгении Кузьмиче Потом уже читали с другим режиссером и с нашим тоже местным И так вот все как-то откладывалось, откладывалось И вот теперь, наконец, состоялось Состоится Так вот Но у нас есть информация, что и в драматическом нашем театре была «Читка» в 2016 году Да, читали еще когда Читали, да И вы присутствовали на ней? А мы читали Мало того, мы были исполнителями Да, мы читали Нам помогали Ивана с Еленой Шевелевой Читали мы вместе И Кто у нас читал? Юра? Нет? Нет За мальчика За Хар Ну и вот И читали мы тоже Ну вот тоже Был уже И опять все-таки театр, там репертуар меняется И все никак не получалось Ну на читках вообще Как зрители восприняли текст? Как-то общались? Задавали вопросы после этого? Я знаю, бывают какие-то бурные обсуждения? Знаете, молодежь быстрее принимает вот этот задан на темы Которые там Чем старшее поколение Они привыкли к такому, ну, бытовому сюжету А самое главное Что вот одна из коллег Которая присутствовала Сказала, мне интересно было Что происходит дальше Что мне хотелось узнать Ну вот это было самое ценное Но мы сами тогда читали, волновались И автор там бегал, переживал В конце фая И поэтому, ну, сейчас попробуем Там попадает тема, конечно, отцов и детей Она какой бы Сюжет не был Как бы это, это все равно вечно Отцов и детей И поэтому Где-то есть Ну это прям какой-то классический конфликт? Ну, вот я говорю Это человеческий Там прежде всего человеческая тема Люди бы, какие бы условия не были поставлены Или мы не играли бы историческую какую-то там Драму или комедию Или Сейчас социальная какая-то Все равно Человеческие отношения Человеческие поступки Во главу всего идет А уж какие ситуации Поставлены Эта семья Реальны или нереальны Это другой уже вопрос Это я так что Режиссер, наверное, другое видит Потому что каждый человек Естественно Принимает по-другому Ну давайте чуть-чуть Приоткроем тайну То есть о чем пьеса Что там происходит Не раскрывая, да, конечно Сюжетные ходы какие-то Не до самого конца, но все-таки Пьеса Пьеса Мне понравилась Знаете, чем? Мне она прежде всего понравилась тем Что она как-то удивительно В силу вообще Тех обстоятельств В которых развиваются эти события События Вот единственное, что можно раскрыть Наверное, точно Это абсолютно фантастические события Это события, которые Настолько нереальны По нашим простым Вот физическим Законам По мировосприятию даже Они вот Ну нереальны Они допустимы Они возможны Но вот буквально Нереальны И в этой нереальной реальности Как я определил Для себя Происходят абсолютно Такие спокойные Человеческие отношения Но спокойные Опять же в кавычках Потому что Сама эта реальность Диктует Конечно Очень сложные Очень сложные условия Для их Скажем так Выживания Можно еще раскрыть Конечно Такую историю Что Действие происходит Мы нигде не называем Что это Город Киров Но мы подразумеваем Что это Российский Не скажу провинциальный Но как бы Небольшой город Но намеки на это В тексте присутствуют И еще наверное Очень важно Подчеркнуть Что специально К этому бенефису Вместе с Денисом Мы сделали Такую Совместную Я это называю Режиссерскую версию Этой пьесы Мы Не скажу Осовременили Но по крайней мере Сделали какие-то моменты Более Злободневными Как мне кажется Максим Перебью вас Мы буквально На 30 секунд Прервемся И потом еще О работе над текстом И над самим спектаклем Поговорим подробнее Продолжаем разговор О премьере спектакля Надя Наденька Надежда Максим Плюснин Режиссер Спектакля До перерыва Как раз начал Немного уже говорить О том Как шла работа Над спектаклем Сильно ли вообще Изменение текста Пьесы Перетерпел Во время подготовки Ну в общем Сюжет Конечно Мы не меняли Нигде Мы оставили Точно все сцены Точный вот драматургический ход Развитие Всего действия Мы поменяли Некоторые моменты Вот внутри Во взаимоотношениях Чисто в лексике Героев И пьеса стала Конечно короче Потому что В первом варианте Она была Ну скажем так Очень шекспировской То есть Очень глубокой Философской И на мой взгляд Даже вот Ну очень глубокой Поэтому мы сделали Ее немножко легче Воздушней Мы попробовали Так чтобы зритель Не только думал Но и не скучал А почему вы сразу Согласили взяться За эту работу Даже еще Не читая Про изведение Действительно Почему я согласился Не читая Я про изведение Это ему сказали Это Владимир Александрович Так Образно сказал Конечно я прочитал Пьесу Мы начали Первые переговоры О постановке В апреле Думали начать Даже до отпуска Еще в том сезоне Но обстоятельства Складывались так Что просто Была занята Здесь У театра Свои планы У меня тоже Свои планы И вот только Мы смогли Объединиться Чтобы начать Эту работу В середине Ноября Ну с перерывами На Новый год Понятно На каникулы На какие-то вещи В среднем Три с половиной месяца Мы работаем На этот спектакль Вы все вместе Работаете Или исключительно То есть Нет конечно Все вместе Это постановочная часть Это декорации Это Нет ну я имею ввиду То есть например Там актеры Вы сами вносили Какие-то предложения Даже по тому же По оформлению Сцены Нет он автор Автор спектакля Мы не имеем права На это Нет я как-то Ну по всякому случае Какие-то может быть Маленькие штрихи Там нюансы Они существуют Но в целом Конечно все это решение Наше Оно возникло Конечно еще летом Скажем так А потом уже видоизменялось Дорабатывалось Менялась музыка Менялись какие-то вещи В основу такого Художественного решения Я решил положить Очень известную Постимпрессионистскую Картину Винсента Ван Гога Звездная ночь Ну и собственно От этого мы Оттолкнулись И этому Художественному замыслу Подчинена И декорация И такое Оформление Ну и вообще В каких-то местах Стилистика Этого всего Почему именно Ван Гог? Потому что мне Показалось это Очень близко Видите Постимпрессионизм Ну вообще Такая история Это когда мы Реальность Изображаем В каких-то Сущностных Проявлениях То есть Не с точки зрения Ощущений Вот просто Не с точки зрения Констатации Реальности Как натуралисты Это надо найти В простых вещах В простых Вот ситуациях В бытовых ситуациях А именно В таком бытовом В основном плане Существует Эта семья Которая осталась Одна на земле Скажу еще я вам Вот Начинается раскрываться Сюжет Ну это не сюжет Это просто Обстоятельства Этого сюжета Обстоятельства В которых Оказываются герои И поэтому Конечно Здесь главное Главное Человеческое начало Здесь есть Очень большой Философский Но как я уже сказал Главное Не Напрячь зрителя И хотелось бы Чтобы какие-то Те вещи Которые закладывал Денис Смирнов Те вещи Которые Постараюсь Я заложить Те вещи Которые Актеры Безусловно Не просто Иллюстрируя А скажем так Ну действительно С большой отдачей С очень серьезным Отношением К этой работе Чтобы все это Было для зрителя Ну как говорится Вижу одно Слышу другое Понимаю третье Вот такая задача Вот была И поэтому Мы стараемся Вот так вот Чтобы не впрямую Вот просто выйти И как-то Говорить о каких-то Вечных вещах О каких-то ценностях Но в то же время Чтобы это было Не просто Билетристика Чтобы это не была Такая знаете История Ну уж извините Журналистская Одноразовая Да На один день И завтра Уже вспомнить нечего Я заложил там Некоторые вещи Мины замедленного действия Которые должны На мой взгляд Сработать Может быть даже После второго Третьего просмотра Вот то что вы упоминали Да Что они много Меняли лексику Это В угоду Я не знаю Там каким-то Временным рамкам Или с чем Это было связано Ну и в угоду Временным Конечно Потому что 12-й год Написания Это 11-й 11-й Ну 11-й год Написания Надо еще сказать Что пьеса была написана В ночь На день театра Как сейчас помню Меня поразила Эта дата Вот 27-го марта Сейчас будет День театра И тогда она была написана В 11-м году Именно в ночь На 27-е марта Но премьера у нас Пройдет на неделю раньше Поскольку Ну уж День театра Это день театра То есть премьера будет 20-го марта 20-го и бенефис будет 20-го И 21-го Это уже будет Не бенефис Не юбилейный вечер А это будет просто премьера И у нас есть два состава То есть два исполнителя Из пяти Ну из семи Поскольку у нас есть еще Две девушки Девочки Из семи Два исполнителя Работают в два состава Независимо друг от друга Ну то есть А сколько вообще В спектакле задействовано актеров Пять актеров Да И два человека Это наша Фантазийная история Это по сути Я не скажу что дети Да Ну то есть Это девушка И девочка Вот такой Пространный немного вопрос Да Мы тут часто говорим На современной драматургии Не раз и не два Да Упоминалось Что многие Современные тексты Страдают там Неким отсутствием Сюжета Да Ну то есть Это не в какой-то минус Просто вот Как сам факт То есть Это больше какие-то Философские размышления И чаще всего отсутствуют Какой-то яркий герой Характеры Здесь Пьесу выбирали Исходя из того Чтобы это были действительно Какие-то сильные личности Которые можно легко Воплотить на сцене То есть вот именно герой Герой в его классическом понимании Но герой у нас Я считаю Настолько яркий Что некоторые партнеры Его по сцене Просто слепнут иногда Поэтому давайте Спросим Именно героя Ну во-первых Не только Спектакль Не только о моем герое Спектакль Обо всех героях Обо всех пяти Ну и наверное О тех двух девушках Девочке Которые будут присутствовать у нас Спектакль О них о всех Не случайно Пьесу Переиначили Другое название сделали И спектакль будет называться Надя и Наденька Надежда И не случайно Главная героиня Которой играет Оля Надежда И дочка тоже Надежда Наденька Еще рассказывай Вот я просто от этого И спектакль я добавлю сразу Мы с Денисом говорили И будет некий подзаголовок Раз уж так сложилось Все и с родителями И вообще по самому вот этому Содержанию Спектакль посвящается родителям Нынешним и будущим Ничего себе Ну вообще получается Это то что это очень семейная Такая важная вещь И вот как 20 числа Это все будет проходить Бенефис То есть это Денис наверняка Тоже будет в зале Ну постарается Он говорит я очень Где-то где-то подальше Подальше Не дай Автор всегда волнуется Это естественно Так же как и мы Конечно сначала будет Пока спектакль Затем перерыв И потом Частвование Бенефис Или обсуждение Может быть Нет Не думаю Что будет обсуждение Это потом можно Тут не до обсуждения Может быть На следующий спектакль Пожелаю То да А здесь то нет Во-первых обсуждение Считайте спектакль Сколько будет И потом Сколько это будет Поздравлений Может быть Не знаю Может полчаса Может быть и час Мы ведь не знаем Сколько это будет От зрителей будет зависеть Поэтому обсуждения нет А по времени Сам спектакль Сколько длится Вот сложно мне сказать Примерно Я вам могу сказать Раз у нас 20 марта 20-го 2020 года Соответственно Спектакль Должен идти И вот Не говорите 20 минут Два часа Два часа Два часа Ну это кстати Стандартный фильм И два антракта Нет Это антракт Антракт спектакль И потом антракт И потом поздравления Ага А во сколько начало В 18 В 18 часов 20-го числа Начало спектакля И потом бенефиса А 21-го числа Премьера состоится В 17 часов Потому что драмтеатр В выходные дни Работает спектакль С 17 часов Да Давайте Обговорим Возрастное ограничение Потому что нас слушает Роскомнадзор Со скольки лет Можно Приходить На спектакль Ну мы конечно Поставили 16 плюс Конечно Но поверьте Что эта история Она Там нет ничего такого Ни выражения Никаких Ничего Да мы исключили Изначально И специально Какие-то вещи То есть те Которые в той ситуации На мой взгляд Просто режиссерские Могли бы быть И опять же Та лексика Те слова Которые могли бы Прозвучать Мы ушли от этого Мы сделали так Что эта история По сути Ну Семейная И она должна быть Все-таки Для подростков Тоже Вот для тех Кто заканчивает Школу Я считаю Для 11-ти классников Эта история Тоже 17 А ну вообще Если говорить о зрителе Какой ваш идеальный Зритель Для этого спектакля О чем он должен думать Какими вопросами задаваться Чтобы найти ответы Вот с помощью Давайте Ольгу Павловну спросим А то она как-то притихла Нет Я слушаю Наверное В этом сказано Что Это можно И школьникам И старшеклассникам Смотреть Потому что это все О семье Родителях О детях Отцы и дети Отцы и дети Это тема По-моему Бесконечная От 17 до 150 Потому что Старшие Кто вот читали Особенно я замечала Мужчины Сильно реагировали На этот сюжет Наверное Знакомый отец Сын Конфликты И поэтому Как-то больше Мужчины реагировали В смысле Принимали этот материал А реагировали В каком Пункте? Читая Положительном Положительном То есть Узнавали Скажем Узнавали Наверное Потому что Когда я не спрашивала Там понравилось Не понравилось Но потому Как мужчины реагировали Я понимала Что это все попадало В них Не в смысле Там кто-то Друг к другу Плохо относится Но есть же Какие-то конфликты С родителями И поэтому Повторюсь Что вот сами Сами обстоятельства В которых попали герои Это Ну просто фантастика Так не бывает Ну то что они одни На всей планете Вы это имеете в виду Я не говорил Дело не в этом Дело в том Что Особенно главному герою Но дело И всем героям Предстоит Очень Экстремальная ситуация Необычный выбор Выбор Я даже когда Пьесу прочел Я говорю Знаешь Мне кажется Где-то Пьеса может и Называться Выбор Почему Потому что Каждый герой Выбирает Поставлен Такую ситуацию Что ему надо выбрать Особенно Моему герою Очень сложно выбрать Мужчине За семью Вот видите Он должен поступить Как настоящий мужчина Как положено А здесь Рядом Семья Как быть Вот этот вопрос Огромный вопрос Стоит перед моим героем Я думаю Что этот вопрос Встанет и в зале Перед всеми мужчинами В первую очередь Посмотрим Это точно А нет Я не говорю Что он Я скажу И все поступят Именно так Как мой герой Нет Может быть По-другому Но вопрос Встанет Домой пойдет И скажет Как быть А у меня Вот так Отбывает Чтобы сделал я Но я все равно Еще раз добавлю Что обстоятельства Таковы И настолько Нереальны Что вот этот Выбор Делай Выбор Ну выбор Подразумевает Какое-то решение Как обычно говорят Да Да Нет Нет Неизвестно Значит неизвестно У нас четко Да Нет Но я специально Намеренно Ушел немножко От этого Чтобы все-таки При любом Выборе Оставалась надежда И не случайно Наших героинь Зовут надеждой То есть Как бы человек Как бы сложно Ему не было сделать Вот нравственный Какой-то Духовный Семейный Выбор Все равно Должна быть надежда Надежда Должен быть свет А иначе Жизнь станет Не станет ее Я предлагаю Чуть-чуть пораньше Уйти нам На рекламу И потом уже Продолжим наш разговор Давайте Продолжается дневной разворот Говорим сегодня О премьере спектакля Надя Наденька Надежда Которая состоится 20 числа Марта 18.00 Бенефис Владимира Смирновой И Ольги Цивилевой И у нас в гостях Владимир Александрович Ольга Павловна И Максим Плюснин Режиссер Постановщик Художник Автор музыкального Оформления спектакля Дальнейшая судьба Спектакля Войдет ли он в репертуар Это решение уже принято Или будет принято После прогона Мы так договаривались И с режиссером И с директором Что он берется В репертуар А дальше его судьба Уже будет зависеть Не только от них И от нас Как понравится он Этот спектакль Зрителю Ну во всяком случае Предварительно Вот у нас 20-го Премьера и бенефис 21-го И уже в апреле В апреле 10-го Да В пятницу 10-го апреля Во всяком случае В репертуаре он стоит Вот то финансирование Да О котором вы говорили Что удалось его получить Это какие-то бюджетные деньги Или внебюджетные источники Нет это полностью ставится спектакль На внебюджетные средства А когда мы ставили Затеял это все Дело В театре не оказалось денег Ну как всегда Театр Не очень Мы к сожалению Не МХАТ У нас деньги Таких денег нет Пришлось искать деньги Есть К счастью нашлись Такие люди Когда я первому зашел Он сказал Старик Что ты 10 тысяч не найдешь И сейчас Когда я нашел Я звоню этому человеку Который дал Он говорит Ну я первый дам Дал приличную сумму Очень хорошую сумму Я ему звоню Старик Нашел Не только 10 А очень большую сумму И когда Мне было очень приятно Я впервые узнал Что оказывается Я не думал об этом Что меня знают Что любят И все Я зашел Все улыбались И говорит Что Деньги нужны Сколько Даже не обсуждали Сколько И говорю Столько Все Без проблем Понимаете Но я не могу Их сейчас объявить Огромное спасибо Всем Всем Спонсорам Ну имен не называем Но тем не менее Это люди Которые готовы Поддерживать культуру Готовы поддерживать Спектакль Прекрасно что они есть Ну то есть Это какая-то прям Единичная история Это не происходит Постоянно То есть нужны деньги На спектакль Отправились Это так же наверное Единично Как на всю Кировскую область Только один мужчина Народный артист России Владимир Александрович Так наверное Это должна была быть В его юбилей И в юбилей Ольги Павловны Единичная история Но Хочу всех успокоить Доллар упал Не из-за того Что мы Получили деньги На спектакль Но это шутка На самом деле Это очень Приятный Важный И неожиданный Момент На уровне Вот именно Кировском Потому что я знаю Что выделяются Гранды Да Периодически Но этих грандов Тоже В достаточной степени Не хватает Здесь же Ну конечно В условиях И в рамках Да Но по крайней мере Мы смогли Сделать Все Что задумывали Практически Без каких-либо Ограничений И Мы сами Контролировали И с Владимиром Александровичем Смотрели На что уделить Внимание Куда нужно Вот больше вложить И вложили на все Включая даже Какую-то минимальную Ну скажем так Неглобальную рекламу У нас нет конечно Денег завешать Весь город Плакатами Для этого не стоит Делать Это нескромно Но тем не менее Мы смогли сделать Все от костюмов До декораций В том минимальном Но я считаю Качественном решении Надо сказать Что потрясающий цеха В Кировском Драматическом театре Все Пошивка Столярка Все-все Кто нам помогают И работают Они профессионалы Конечно Самого высочайшего уровня Я очень прият Я это знал Потому что я ставил Спектакль В Кирове И вот тогда Как раз сравнивая Я был очень ограничен То есть Мне дали деньги И стоял выбор Либо мы делаем Хорошие костюмы героям Либо мы делаем Что-то с декорацией И декорацию получше То есть Либо то, либо то Потому что Это всегда Я считаю Ужасно И недопустимо А чаще вообще В каких условиях Приходится работать Вот этого вот выбора Или когда вы можете Себе позволить И хорошие декорации И прекрасные костюмы Если касается Ну то есть Я не делаю что-то Если я понимаю Что это нужно будет Что называется По сусекам скрести И делать совсем Какие-то вещи Ну просто это Ну опять же Для каждого замысла Свой подход И здесь я Рад что Владимир Александрович Ольга Павловна Доверили мне Я не просто еще Как режиссер Я еще и художник И вот Все музыкальное оформление Вот музыкальное оформление Да Как вы подходили Вообще К выбору музыки Кто композитор Ну конечно Это подбор Это Это Определенной степени Стилистический подбор Исходя из этой Опять же задачи Из этого сюрреализма Но скажу так Что эта музыка Эта вся музыка Она не классика Но она и не суперсовременная Да Это такая музыка 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 для души Назовем это так Не джаз ли у вас там Нет Там есть и Вивальди Там есть и Шопен Там Там есть Есть джаз Да Одна мелодия джаз Я просто почему Всегда спрашиваю про музыку И про декорации У меня иногда бывает Такое что вот Прям Весь спектакль Для меня Вот Весь его Все впечатление Которое я уношу После спектакля Иногда складывается Не знаю Процентов на 70 Иногда от декораций И музыки Я не знаю Почему так Но иногда вот прям У меня были спектакли На которые я ходила Один, два, три раза Только потому что Мне нравилось Вот как это все выглядит Как это все звучит Поэтому мне кажется Тут действительно Вот этот очень важный момент Когда тебе не приходится Выбирать За каждый стежок Да Когда ты можешь делать И ты можешь Грубо говоря Выбрать Именно ту краску Какая здесь нужна Которая нужна А Понимаю Что если бы это делалось Ну как бы таким Официальным государственным путем Эта краска стоила бы там В три раза дешевле Но она была бы В пять раз хуже Давайте еще наверное Расскажем О тех людях Кто еще задействовал Спектакли Нет Почему Не будем рассказывать Так я еще Пусть расскажет А я еще Ну что ж Бенефис То у вас Давайте Ольга Павловна Вы про женскую сторону А мы про мужскую А вы про мужскую Вы режиссер Вы же набирали актеров Не мы набирали Это почему я должна Хорошо Видите Скромность Бенефиса украшает Заслуженную Артистку Я люблю всех одинаково У нас Как я говорил Пять персонажей Владимира Александровича Ольга Павловна Их дочь Их сын Ну то есть не по жизни А по сцене По сюжету И еще один персонаж Не буду раскрывать Кто он Полностью И в каком качестве Он появляется То есть вот пять персонажей Соответственно Два из них Это вот этот Наш персонаж Наш гость Назовем его так И Дочь Сама Наденька У нас В двух составах В одном составе Дочь Родителей Играет Я не знаю Как правильно Некрасова Или Сизова И так и так И так и так В общем Лена Сизова Лена Некрасова Которая кировской публике Я думаю Очень хорошо знакома Да даже По роли Анна Каренина Был такой спектакль Замечательный В театре На Спасской Ну и По работам В кировской драме В паре с ней Молодая актриса Лена Чугуй Недавно Я так понимаю Совсем Да работающая Буквально там Сезон Два сезона На второй Два сезона А нет Может даже уже Третий Ну В общем Молодая Начинающая актриса Вот этого гостя У нас играет В одном составе Опять же Молодой актер На год Получается Вообще Первый сезон Кирилл Попов Ну и В пару с ним Работает уже Мастер сцены Иван Шевелев Которого Все знают По-моему В этом городе И который играет Уже так много Ролей А сын У нас В одном составе Сыну 17 лет По пьесе Ну Плюс-минус Да Ну Не минус А плюс Его играет Евгений Моисеев Так же Очень известный Который играет По-моему Во всех спектаклях Кировского драмтеатра У меня такое ощущение Судя по его занятости И по тому Как мы его вырываем С других репетиций И спектаклей Он играет Все просто Ну это как у нас В российском кинематографе В определенную Декаду Один и тот же актер Качует Во все фильмы У нас сложилось так Что две пары У нас вот есть Одна семейная пара Ульга Павловна И Владимир Александрович И соответственно Женя Моисеев Он муж Леной Чугой В жизни В жизни В жизни Я хотела еще вернуться К художественному Оформлению спектакля Потому что Вы говорили о том Что это фантастическая история А потом про декорации То что какие-то краски Столярка В общем У меня в голове Это немного не сочетается Потому что Особенно современный театр Там обычно Черный задник Один куб И значит поехали Это все пространства сразу А как вы решили Вот это фантазийное пространство В выражении сценическом То есть как декорации Черный задник Один куб Это знакомая фраза Да, Владимир Александрович Когда мы разговаривали в апреле Я слышал Да пускай все будет черное И просто стул И ничего не надо Если тебе так нравится Давай делаем так Поэтому как бы От минимализма Мы такого ушли Потому что я считаю Все-таки Ну опять же Для определенного решения Конечно это замечательно Можно уйти от костюмов Надеть всех В какие-то там Однотонные цвета И так далее Нет Мне почему-то захотелось Я еще раз говорю Тут Даже так перспективно Отталкиваясь Ну вот как-то Мотив был такого Соляриса Андрея Тарковского Когда Вот казалось бы Там в космосе Но абсолютно Человеческие простые вещи Понимаете В каких бы условиях Мы не оказались Мы все равно Остаемся людьми И все равно Вот те свои А особенно Когда это семья Когда это Любимые дети Когда это уже Многолетние традиции Которые Несет Глава семьи И поэтому Конечно Тут мне хотелось Чтобы детали В этом во всем Они были Ну просто Более чем То есть Более чем Достоверными То есть Уйти от Такого минимализма И уйти От такого Какого-то Абстрактного решения Нам хватает Картины У нас будет Чудесная В глубине Вот Опять же Отталкиваясь От картины Винсента Ван Гога А вот Сама история Здесь Это просто Это просто Я считаю Низкий поклон Еще раз Цехам Которые Сделают Делают И сделали Нам такой Буфет резной Который Знаете Еще нужно Поискать Не в каждом музее Вы такое найдете Владимир Александрович Вот то что вы говорили Не знаете Будет ли Денис Для него Сложно Вообще В принципе Смотреть За воплощением Своей работы На сцене Или это связано С тем Что Это ваш бенефис И какая-то Двойная Я не знаю Нагрузка Моральная Нет он будет Обязательно будет Но Сами понимаете Он волнуется Даже больше Нас волноваться Будет Это естественно Впервые На кировской сцене Будет показана Его пьеса Его ставят Везде Он где-то По возможности Ездит туда В дальнем Я знаю И сказки Его ставят Там в Ереване Была премьера Какого-то Ёжика Всяких Девять лет В Астрахани Идет Девять лет Его донор И вот Считается Так Личной вывеской Восемь лет В девятый год уже Понимаете Просто волноваться Будет Даже больше Чем мы Вы дома Это как-то обсуждаете Вообще Как ведется работа Что-то там Конечно Каждый день Как работа Как это Как это Как это Ну Денис Семья Все-таки Надо пояснить Что он живет Не с вами Нет Ну что Ну Ну Надежда Ну Постоянно На телефоне Постоянно Постоянно СМС Как 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 А как Это естественно Ну Грубо говоря Кто-то назвал Говорит Семейный подряд Это Очень Грубо Поэтому Ну Это Наверное Тот Случай Когда Это Династия Называется Почему бы и нет Но нам тоже Вроде сказали Да Династия Красивое слово Да Буквально у нас Там 30 секунд Остается Уже понятно Что уже все Вот это вот Отработали Да Осталась только Премьера Хотелось бы повторить Вот этот опыт Работы С работами Прошу прощения За повтор Дениса Именно Возможно Еще что-то Поставить Это уже не к нам Не от нас Зависит Это уже не к нам А еще раз Спасибо Огромное Спасибо Всем спонсорам Двадцатые Двадцать первого Марта Так Двадцать первого Марта Пять часов Вечера Кировские Правильно Двадцатого Восемнадцать Двадцатого Восемнадцать Двадцать первого В семнадцать Ноли ноль В семнадцать Ноли ноль Премьера спектакля В Драмтеатре Мы встретимся Через 20 минут А с нашими гостями Прощаемся Всего доброго До свидания Приходите